Привет, просветители! Давно на канале не было рубрики «Кусок текста». Исправляем эту оплошность. Это те самые видео, в которых я беру поток незамутненного логикой сознания, скажем так, специалистов, от слова «специи». Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. И в течение целого выпуска пытаюсь не орать чайочкой. И обычно проигрываю в этой неравной борьбе. Героиня сегодняшнего видео, психолог из ВК, уже звучит как диагноз. Галина. Без фамилии. Просто Галина. Как Мадонна или Риана. Только Галина. Нет, фамилия, конечно, у Галины есть. И она ее даже не скрывает, а стоила бы. Но за рекламу мне не платили. Да и популяризировать подобных персонажей не очень хочется, поэтому... Просто Галина. Сегодня Галочка расскажет нам, что не так с людьми. Ну, если женщин, можно так назвать. Которые не хотят детей. И что с этими отщепенцами делать психологу. Звучит весело и актуально. Поэтому приготовьтесь. Гореть будет не слабо. За последнюю пару лет, наверное, не прошло и недели. Не, ну, может быть, в прошлом марте. Чтобы кто-нибудь не поделился очередным, надежным, как швейцарские часы, предложением по спасению демографии. Две главные задачи. Отправить мужчин в военкомат, ну, а женщин в роддом. И можно долго иронизировать, что мы на этом канале и делаем. Над мурашкиными советиками, а-ля порочная практика женского образования. Но отрицать, что с демографией есть проблемы, глупо. Поэтому в ближайшее время мы продолжим слышать все эти лозунги с традиционными ценностями. При существующей статистике разводов. О том, что каждый человек мечтает о детях. Количество должников по алиментам при этом передает пламенный привет. Многодетная семья это модно. Стильно модно молодежно. Очевидно, жить за чертой бедности тоже. Когда политики и чиновники заявляют, просто рожай, а лужайка там как-нибудь сама образуется. Главное, чтобы зайка был. Это уже давно не вызывает у меня удивления. Государству просто нужны новые люди. Цифры. Как и в каких условиях будет жить ребенок? Что будет с матерью? Будет ли в семье отец? Все эти вопросы данных людей не особо волнуют. Иначе бы мы гораздо больше слышали о важности воспитания. Да и человеческую жизнь ценили бы побольше. В последнее же время нам все чаще пытаются продать идею, что воспитывать будет школа. Вот вы нам главные новых налогоплательщиков, солдат, матерей, героин предоставьте. А воспитывать вон те чужие тети будут. По методичкам министерства Сергея Кравцова. К подобному я давно привык. У меня уши сворачиваются в трубочку, когда эту сказку про зайку-лужайку и каждому по ребенку, а лучше по тройне, и не важно, что ты не хочешь или не готов, просто надо, поверь. Рассказывают люди, которые либо работают с детьми, либо призваны помогать конкретному человеку. То есть, по идее, по идее, они должны беспокоиться не о цифрах и абстрактных традиционных ценностях, которые мы, безусловно, поддерживаем. Попробуй, не поддержи их в современном обществе. А о благополучии вполне реальных людей. До того, как я стал работать учителем, мне тоже казалось, что детей все любят. Детишки — это счастье, каждому по ребенку. Не, ну не прям так, естественно. Все-таки какие-то зачатки критического мышления у меня присутствовали. Но, думаю, идею вы поняли. Но стоило мне поработать в школе полгода, как я осознал, дети — это, может быть, и счастье, но точно не для всех. И нет, здесь дальше не будет лекции о спиногрызах, и современным подросткам ничего не нужно. Я совсем о другом. Некоторым родителям дети не нужны. Совсем. А когда я стал работать классным руководителем, я пришел к еще одной, пожалуй, даже более страшной мысли. Некоторым взрослым детей просто нельзя заводить. Вот категорически. Потому что тот объем трэша, который некоторые родители вываливают на своих детей, переходит в все разумные рамки. Для государства четверо детей в семье алкоголиков — это четыре потенциальных солдата. Значит, ставим плюсик. А о том, как живет эта счастливая семья, много кто подумал? У государства есть задача доказать каждому, что тебе срочно нужны дети. Оно идет к своей большой цели. И абсолютно спокойно закрывает глаза на сопутствующие потери. Оно их, в принципе, не особо видит. Тут даже больше шанс, что условная Маша, за плечами у которой совсем не счастливое детство, с гораздо большей вероятностью пойдет в 19 лет за третьим в роддом. Значит, ставим плюсик. Чем Юля, родители которой занимались дочерью и сразу же мотивировали ее на получение высшего образования, самореализацию, карьеру. Записываем в столбик с минусами. Условный депутат реально может думать, что каждая женщина мечтает стать матерью. И каждый родитель непременно любит своих детей. У тех же специалистов, кто работает с детьми из неблагополучных семей, кто борется с преступлениями, совершенными родителями. Вот эти слова — каждый, все, обязательно, непременно. В словаре отсутствуют. Когда люди, призванные помогать не столько системе, сколько конкретному человеку, начинают разбрасываться лозунгами, вот тогда мне действительно становится страшно. И вот после такого предисловия, которое, я считаю, было необходимо в данной теме, мы, наконец-таки, переходим к нашей героине, психологу Галине. Кстати, спасибо зрителям, которые скинули мне ссылку на эту специалистку. Когда я более 20 лет назад начала заниматься психологией, девушка 24 лет, ровесница моего сына, пришла на психологическую встречу с вопросом. Зачем нужны дети? Отвечал ей мужчина, у которого было пятеро детей. Что-то вовремя разложилось в ее голове. Сейчас у этой женщины четверо детей, и таких вопросов она больше не задает. А меня тогда удивил сам вопрос. У моего поколения таких не возникало. Вопрос, кстати, абсолютно нормальный. Если все вокруг доказывают тебе, что тебе же нужны дети, и желательно вот уже вчера, ну, часики, логично спросить, а зачем? Ну, если конкретно у тебя никакой внутренней потребности на данный момент нет. И здесь скорее стоит порадоваться психологу, что человек сначала задает вопрос, а только потом отправляется в роддом, пытается понять, готов ли он к ребенку, а не просто делает все как у людей. И сразу небольшой спойлер. Наша специалистка нигде подобные рассуждения не поддержит. Еще совсем недавно все так дружно смеялись на концерте Задорнова, когда он со сцены озвучивал декларацию Алина Далеса. Сегодня уже давно пожинаем плоды этой декларации. Все больше женщин заявляют, что они чайлдфри, а по-русски свободные от детей. Вот так. Приходишь на прием психолога, а она тебе на серьезных чах о плане Далеса затирает. То ли на концерт Задорнова попал, то ли к специалисту обратился. Конечно, один из законов нашей жизни закон свободы выбора. Каждый имеет право делать свой выбор и нести за него ответственность. Но чтобы нести ответственность, нужно владеть всей информацией. Когда-то в перестройку СМИ очень сильно ломали наше сознание перед разрушением страны. И этот процесс полномерно продолжается. Нет, у вас, конечно же, есть свобода выбора, но детей вы все же обязаны завести. И я вам сейчас объясню, почему. Забавно, что никаких отрицательных примеров наша психологиня не приведет. Ну, знаете, то самое владение информацией. Вы должны владеть всей информацией. Поэтому я приведу только то, которое выгодно мне. Круто. Ну да. Наверное, детей, которых бросили родители, просто не существует. Фикция. Городская легенда. Можно, конечно, прожить жизнь для себя, ублажать себя и наслаждаться. Но наслаждение – это всегда уровень тела. А разве вы это тело? Поскольку человек – это дух, то есть смысл жизни в развитии своего духа. Наслаждение – это уровень тела. А вот страдание – это уже следующий уровень. Восьмидесятый, похоже. Забавно, как жизнь для себя якобы противоречит развитию духа. И да, отсутствие детей – это вообще не знак того, что человек никого не любит, не развивается и думает только о себе. Начнем с того, что пары, у которых нет детей, существуют. Человек может помогать другим. Да даже жизни спасать. И при этом не иметь детей. У нас, вон, представители некоторых религий и вообще от потомства отказываются, потому что хотят посвятить всю жизнь развитию души. А еще, если мы так огульно все наслаждение на телесный уровень отправляем, то значит ли это, что если человек наслаждается семейной жизнью, то он не развивает свой дух. Ну и да, сама фраза «человек – это дух» звучит здорово. Делая свой выбор в интересах тела, человек идет против течения жизни. И на этом пути его будут подстерегать разочарования, депрессии и болезни, потому что жизненная энергия формируется на уровне духа. Ну, начнем с того, что размножение – это как раз-таки интересы тела. Ну, знаете, биология, анатомия, изучи ее до конца, передай следующим поколениям. Чувствуете, как сразу же наукой повеяло идти против течения жизни. Приходишь к психологу, упоминаешь, что не хочешь детей, причин может быть множество, а тебе в ответ, ну, значит, тебя ждут разочарования, депрессии и болезни. Вот и поговорили. У вас не будет жизненной энергии, потому что вы наслаждаетесь своим телом. И как вы поймете дальше, любая жизнь без детей, даже наполненная творчеством, к примеру, по мысли Галины, это все интересы тела. Мы приходим в этот мир научиться безусловной любви. И задача эту любовь развить и расширить, чтобы она не только проявлялась, как редкая искра, а стала ярким светом, освещающим путь себе и другим. Это вы сейчас как психолог заявили, что у человека именно вот такая цель. Просто интересуюсь. Я не против. Безусловная любовь – это, безусловно, здорово. И да, у писателя, музыканта, врача, волонтера, работника детского дома нет этой любви и света, если ребенка нет. Можно приносить огромную пользу обществу, освещать жизнь других и при этом не быть родителем. Насколько я помню, когда Данка победил тьму своим сердцем, он не тащил за собой троих детей. Хотя, возможно, это просто само собой разумеется. Или просто половина толпы, что за ним шла, это его дети. Мы можем в разное время по-разному относиться к своим детям. И злиться, и раздражаться. Но только к детям мы изначально испытываем безусловную любовь. Именно дети – наши главные учителя и мотиваторы. Ээээ... Весьма странное и по факту вредное заявление из Успсихолога. Если бы наша звезда психологии побольше научных книг читала, а не планов Даллеса, согласен, не такое занимательное чтиво, она бы знала, что не все родители любят своих детей. Да, звучит дико, но тем не менее. Просто вбейте в поисковике «Я не люблю своего ребенка». И навсегда распрощайтесь с розовой картиной мира. Множество людей ищет помощи, в том числе и у психологов, надеюсь, что не у Галины, с этой проблемой. Когда Галя тебе в красках расписывает безусловную любовь, а ты ее не испытываешь, зато ощущаешь всепоглощающее чувство вины, потому что ты не мама или папа из этих потрясающих рассказов. Что со мной не так? И наш психологиня. Что еще за вопросы? Это от мужа можно уйти, развести с ним, а от детей не сбежишь, придется меняться самому. Благодаря сыну мне открылись многие тайны жизни и ее понимание. Именно дети помогли многим не только выжить, но пойти вперед в непростые девяностые. Ээээ... Ну, тысячи мужчин Галина с вами бы поспорили. Отлично от детей сбегают. Можно в олимпийскую программу новый вид спорта вводить. Да и женщины, которые оставляют детей, существуют. Это безумно круто, что вам открылись тайны жизни благодаря материнству. И я, если что, сейчас не утрирую. Разница между мной и Галиной – отсутствие ультимативности. Я отлично осознаю и искренне радуюсь, что многие люди находят настоящее счастье в семье и детях. Это очень здорово. Но я также понимаю, что кто-то может постичь тайны мироздания через творчество, например. Все люди разные. Дети – наше максимальное развитие. Повторяя много раз «Убери в комнате» и не получая результата, точно придется задуматься и поменять собственную тактику поведения. Проявляя негативные эмоции на детей, а затем испытывая угрызение совести, родители способны многое осознать в своей жизни и поменять. А некоторые не понимают. И никакую тактику не меняют. И воспитывают с помощью того, о чем на Ютубе лучше не говорить. Я встречала много женщин, сожалеющих, что не родили ребенка. И не знаю ни одной женщины, которая бы сожалела о его рождении. Очень часто ценность детей осознается после их потери, когда происходит выкидыш или аборт. Иерархия ценностей часто восстанавливается через потерю. Не, ну если вы не встречали, то, конечно. А вы новости последних недель не читали, где женщины что только с своими детьми не делали. Одна в магазине оставила, вторая дома закрыла, а сама поехала в другой город новую жизнь устраивать. Еще раз, Галина, а вы о таком понятии, как детский дом, слышали? Сейчас модно заниматься творчеством. Петь, танцевать, рисовать, вышивать. Но это поверхностный уровень. Дети – наше главное творчество на земле. На мой взгляд, жизнь без детей пустая. В ней может быть много эмоций, но мало созидательной энергии. Это как дерево без плодов. Нет, ну раз Галина сказала, что творчество – это поверхностный уровень. Кстати, с моим творчеством можете в Телеграме познакомиться. Петр Ильич Чайковский, у меня для вас плохие новости. Вы прожили жизнь зря. Детей-то не было, никаких плодов. Вот понимаете, нет детей – нет созидательной энергии. И зачем только Лермонтов жил? А теперь просто представьте, что к подобной галочке придет человек, который не может иметь детей. Не хочет, а не может. И тут наша Галина со своей философией. Природа человека практически не меняется веками. Что меняется? Меняется сознание человека. Почему оно меняется? Само или под чьим-то влиянием? Это выбор личный или кем-то навязанный? Действительно. Почему это в середине 19 века крестьяне по 8 детей заводили, а сейчас даже 2 ребенка – это редкость? Наверное, просто навязали эту идею. Ну, особенно, что женщина – это тоже человек. Женщина имеет право на развитие, на карьеру. Сама может распоряжаться своим телом, своей жизнью, своим будущим. Ну, все вот эти сумасшедшие идеи. Свободный от детей – это тоже выбор. Но выбор не личный и не природный. Противоестественный. Какая адская сила смогла навязать нашим девочкам такие противоестественные мысли и состояния? Как это вдруг определенное количество женщин абсолютно сознательно решили отказаться от детей? То ли ценности и смыслы попутали, то ли планеты ошиблись? Перед нами психолог. Наверное, по мысли Галины было бы лучше, чтобы люди, которые не любят и не хотят детей, или просто понимают, что они стали бы плохими родителями, все же отправились в роддом, чтобы доказать, что имеют право жить на этой планете. И не беда, что ребенку в подобной семье придется через ад пройти. Правда же здорово, когда мать тебе говорит, что зря тебя родила и потратила на тебя лучшие годы своей жизни. Хотя такого же не бывает. Ведь Галина не знает ни одной женщины, которая пожалела бы о том, что у нее появился ребенок. У каждой из таких женщин есть свои глубинные подсознательные причины, на которые их и ловят. Если кто-то из свободных от детей хочет разобраться с этими причинами и лучше себя понять, приглашаю на консультацию. Могу даже ее подарить. Ну что, уже есть желающие галочки записаться? Она вам быстро объяснит, что все ваши интересы в жизни, кроме деторождения, это грязь из-под коня и поверхностный уровень тела. Радует, что Галину у нас никто не поймал. Ей никто ничего не навязал. Она, правда, точно знает, как другим правильно жить. Но это мелочи. При этом вопросов она не задавала. Она просто решила, что вот так должно быть. А люди, которые подумали, взвесили и решили, что вот в данный момент или вообще у них не будет детей, они, безусловно, вот вообще неправильно живут. Потому что они сознательно сделали какой-то выбор. Вот Галина просто не задавала себе вопросов и решила, что надо вот так вот жить. Просто потому, что вот потому. И она молодец. И она вам сейчас расскажет, какие вы дурачки, что жизнь посвящаете чему-то другому. А должны вот именно так жить. Потому что вот природа, вот Галина. Как это кто-то посмел жить ради себя или ради творчества? Или ради вообще спасения человечества? Депрессия, болезни, разочарование. Понимает ли наша звезда психологии, что активно доказывая, что без ребенка ты ненормальный, она по факту способствует появлению семей, в которых ребенок нежеланный. Почему это делает государство? Я могу понять. А Гали-то это зачем? Не может смириться с тем, что кто-то своим телом наслаждается? Галине бы поработать годик в деревенской школе и посмотреть, через что некоторые дети проходят. Повторю, рассказывать, что дети и семья это здорово, абсолютно нормально. Реализовать себя как родитель, это счастье для многих. И я искренне считаю, что семьи с детьми нужно поддерживать. Безусловно. Но пытаться доказать, что каждый обязан стать родителем, это уже другая история. Хотя, чего я жду от человека, который в следующей статье вот это написал. Когда мне приходится объяснять мужской аудитории, что у женщин нет физиологической потребности в сексе, а есть психологическая потребность в любви, мужчины не только удивляются, но и злятся. Потому что им втирают какую-то дичь? У женщин нет физиологической потребности в сексе. Хоть стой, хоть падай. У женщин есть только физиологическая потребность рожать. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересно. И все новости образования появляются гораздо быстрее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. И отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boosty. Большое спасибо за поддержку. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok